Всем привет! Сегодня у нас вторник, 29 ноября 2022 года. И сегодня я хочу с вами погулять по современному, огромному, шикарному торговому центру. И этот торговый центр, он находится не у нас на острове, он находится в городе Портсмут. Как раз через пролив Соланд жители острова Уайт любуются вот на эту замечательную башню Спинника Тауэр или Миллениум. Мы здесь когда-то с мужем были наверху и остались даже фотографии. Там, если посмотреть вдаль, вид на эту фотографию, то видно как раз наш остров Уайт. Так вот именно здесь, у подножья этой красавицы башни, мы с вами и будем гулять в торговом центре. Вот на этой фотографии как раз видно внизу, вот у самого подножья этой башни, чуть-чуть справа вдаль, крытый такой, видно, павильон огромный. Вот именно там и находится этот центр торговый, огромный, современный. И мы, прежде чем в этот центр сейчас пойдем, я все-таки, наверное, хочу немного остановиться на вот этой вот шикарной Спинника Тауэр башни. Я, по-моему, вам о ней никогда не рассказывала. Хотя на многих своих видео, когда я гуляла вдоль побережья пролива Соланд, я всегда показывала вам эту красавицу башню на противоположном берегу. Башня имеет название Спинника по названию Паруса, который развивается вот таким вот образом на ветру. И название этой башни придумали сами жители Портсмаса. Башня имеет высоту 170 метров и считается самым крупным сооружением в Англии за пределами Лондона. В Лондоне есть сооружение и повыше. Эта башня изначально строилась как смотровая, поэтому наверху у нее есть три смотровые площадки. Одна расположена над другой на высоте 100, 105 и 110 метров. Здесь открывается великолепный обзор вокруг и жители города Портсмас, а также все туристы обожают подниматься на эту башню. Здесь есть специальный лифт. Башня открыта для туристов. И стоимость посещения вот этой смотровой площадки я даже не знаю, но это довольно дорогое удовольствие. Как я сказала, мы были здесь 10 лет назад. Я помню свои впечатления. Особенно меня потряс тогда, я помню, стеклянный пол. Вот здесь вот маленький квадратик такой, вы видите, в центре. Где-то, наверное, 4 на 5 метров всего. Сверхпрочное стекло. Вот видите, женщина стоит босиком как раз в центре этого квадрата. Но вы знаете, мало кто осмеливается вообще туда ступить и зайти. Я помню, я тоже сколько ни пыталась, я даже на четвереньках туда зайти, заползти, себя заставить не могла. Ну вот разве что детвора там пробегает иногда очень страшно. Особенно для меня, я боюсь высоты, это просто немыслимо. Но вы знаете, что сейчас таких аттракционов с прозрачными стеклянными полами очень много. Особенно, по-моему, в Китае очень много. Они увлекаются такими стеклянными мостами. Есть даже видео на ютубе, можно найти, как там бедные люди просто ползком пробираются по этому стеклянному мосту. А внизу, вы видите, вот так вот это все страшно смотрится. Но это, как говорится, развлечение не для слабонервных. И очень мало кто наслаждается вот таким вот аттракционом. Вообще, первоначально башня должна была называться Башней Тысячелетия или Миллениум Тауэр. И она была задумана еще в 1995 году. Должна была быть построена ровно в 2000 году. В Миллениум проектировщики сделали сразу три разных проекта этой башни. Первый проект вот как раз спинакар, похожий на парус, как мы имеем сейчас. Второй проект это был огромный глобус со смотровыми площадками, установленный на трех огромных сваях, тоже красивых, резных. И третий это было три пирамиды. Две внизу поменьше и одна стояла сверху на них, самая огромная, самая красивая, тоже со смотровыми площадками. Это было в 1998 году. Конечно, я об этом знать не знала. И, конечно же, я не видела этих всех проектов других. Но вот большинством голосов выбрали именно башню Спинника. Строительство должно было уже вот-вот начаться, но, к сожалению, из-за бюрократических проволочек не смогли вовремя начать. И строительство башни началось только лишь в 2001 году. И башня строилась практически 4 года. И в 2005 году строительство, наконец-таки, было завершено. Из-за такого позднего завершения строительства башни Миллениум она и была переименована в Спинника Тауэр. Строительство башни обошлось в 35,6 миллионов фунтов стерлингов. И это огромная сумма, которую предполагалось выплатят 3 спонсора. Первым и основным спонсором являлась национальная английская лотерея и 2 огромных спонсора мецената. Налогоплательщики платить из своего кармана за эту башню не были готовы. Но из-за того, что смета была превышена в стоимости, то так или иначе городскому совету Портсмаса пришлось выплатить 11 миллионов фунтов стерлингов из городского бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, что, в общем-то, очень не понравилось жителям города. Разразился скандал и нескольким высокопоставленным чиновникам пришлось уйти в отставку. Но и это еще не все. Вдруг удивительным образом выяснилось, что Спинника Тауэр удивительно похожа на отель Бурдж-Аль-Араб. Вот он у вас на картинке. И на самом деле удивительное сходство. Но вот отель Бурдж-Аль-Араб был построен с 1994 по 1999 год. То есть получается, что намного раньше, чем башня Спинника. Почему они так похожи? Ответа, по-моему, толком так никто и не дал. Ну вот, если говорить об отеле Бурдж-Аль-Араб, он высотой 321 метр. И он считался самым высоким отелем в мире до 2008 года. Но проблемы с башней на этом не заканчивались, а, наверное, только начинались. Потому что с момента открытия башня испытывала ряд проблем. В том числе неисправность внешнего стеклянного лифта. И вот говорят, что после открытия, двумя днями позже, руководитель проекта башни с двумя своими помощниками застряли на несколько часов в этом внешнем лифте. И многие потом шутили, что, в общем-то, получается, что они пострадали вполне справедливо и по делу. Через год после открытия башни опять поползли упорные слухи, что башню могут закрыть. Все общественные здания Великобритании требуют доступа для инвалидов в соответствии с законом о дискриминации инвалидов 1995 года. И оказалось, что нет нормального выхода для инвалидов. А внешний лифт не работал в качестве аварийного лифта. И поэтому опять пришлось решать эту проблему. В конце концов, решили проблему путем инвестирования в эвакуационное кресло и обучение персонала по использованию этого кресла в случае необходимости. Так что здесь, в Британии, не забалуешь. А мы вот так вот незаметно с разговорами уже и пришли в самый торговый центр. И сейчас, как я вам и обещала, мы немного здесь погуляем, зайдем в некоторые бутики, покажу вам цены, что сколько стоит. Ну и хочу еще обратить ваше внимание, что это я делала съемку 10 сентября этого года. Именно на третий день траура по королеве Елизавете II. То, о чем я вам и говорила. Я была поражена тем, что траур не ощущался вообще никаким образом. Но давайте смотреть, друзья. Я чудесно, конечно, здесь погуляла до обеда, пока здесь не было людей. Посмотрите, сейчас здесь в каждом магазине просто толпы. Ну, тем не менее, я себе много чего купила. Музыка. 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 Вот такие бутики здесь у нас. И сплошные распродажи сейчас везде. Можно поискать и посмотреть что-нибудь себе. Но вы знаете, найти с каждым разом все труднее. Музыка. 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 Кстати, что касается башни Спинника Таур, я хочу еще дополнить, что не все так плохо. Все-таки высокая стоимость строительства башни определенно не означала, что ее спонсоры понесли какие-то большие финансовые потери. Ничуть не бывало. Напротив, башня стала очень популярной туристической достопримечательностью. И с тех пор, как она открыла свои двери, почти каждый год число посетителей составляет более полумиллиона человек. Ну и еще примечательно, что расчетный срок службы башни составляет всего 80 лет. Поэтому всем надо торопиться и успевать посетить этот замечательный туристический объект. Ну а у меня на сегодня для вас все, друзья. Пожалуйста, берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok